Вогар не хочет, видишь? Варолон не хочет. Есть! О, ты! Да мне это где-то 7. Несколько дней назад Кирилл позвонил мне и предложил очередной раз закрыть сезон. Надеюсь, последний. Ну, уже точно последний. Да. Позвал меня на речку Кама, на базу КЗН Фишинг. Выяснили, что клюет у нас здесь сейчас щука. Трофейки, конечно же, уже нет, но на нее особо не надеялись. Ну, как бы нормальная, хорошая, зачетная щука есть. Первый день мы поехали на щуку. Уже сразу гарантированно посмотреть, что к чему. Начались интересные моменты. Щука игнорировала, а, крупные приманки. Мы с Баноплицем смотрели, что происходит. Вся щука жрала тюльку. Идет облако тюльки. Старт со дна. Очень быстрый старт. Моментальная атака облака и нырок вниз. Щука предпочитала пелагику. Щука предпочитала некрупные размеры абсолютно. Ну и была достаточно активна. Всё! Ха-ха-ха. Работало. Она экспериментировать начал. Начал пигмунтировать. Щеренок. Отвалился. Ну что ты на это экспериментируешь? Я начал делать как? Я подумал, что её надо... Она же медленную хочет. Но в то же время её спровоцировать надо. Я, короче, делаю подрыв короткий прям. А потом три оборота медленная проводочка. То есть она резко дергается, а потом медленно-медленно идёт. Ну вот, сработало. Мы едем, нет? Едем, едем. Едем, выщем. Есть! О! 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 Вот это не келошка. Не двушка. Не, хорошая рыбка, хорошая. Хорошая рыбка. Вот что твичинг. Волшебный дип делает. Поднимаю. Пятёрочка есть. Ай! Опа! Посмотри, я отцепилась. Прям повезло. Дедеск Уэррл, 115, творит чудеса. Взяла сзади очень аккуратно. Вот. Но, в принципе, это вот классическая проводка Дедеск Уэррла. Мягкий-мягкий твич. Обучалку я, наверное, вот за эту поездку сниму. То есть посмотрите разную рыбу на Дедеск Уэррл. Именно обучалку, как твичить глубинниками с большой лопатой. Собственно говоря, что, ну, всё, хватит. Показали, побаловались. Домой. Первый день мы поймали что-то хвостову 9. Из них нормальная, это там 5 плюс-минус, ну, может, там 6, не знаю. В этом размере примерно жаба. А вот, трёшка, всё остальное, как бы, мелкое, окунёк на полкило, ну, и два судачка. Я до неё даже не добросил. Ну, прям в неё, прям... А, вон она, счёт, поднимается. Ага, идёт, идёт сейчас. Есть. Да, да. Хороший укрыл. Прям красиво напланировать. Так, пассач тоже? Сань, пассач тоже? Да, можно. Ну, вот смотри, вот, вот мой размер, и видишь? Ага. Давай сейчас посмотрим, какой. Я думаю, что это 3-4 килограмма. Ну, я тоже думаю, так. Ну, так, да, уруха тяжёленькая. Так, и трёшечка? Да, и тут около трёшечек. Так, так, да. Полодей, я возьму. О, ровно, ты спал там, наверное, где-то. Да? Да. Ну, вот, да. Вот мы видим таких вот здесь. Часа два стою. Выходы какие-то есть, редкие. Иногда проводишь мимо, ноль эмоций, поролон. Обычной проводкой. Сейчас решил сделать... Кирюха ловит воблером, медленной-медленной проводкой. Я решил поролоном сделать прям вот тоже медленную-медленную проводку. Сработало, среагировало. Причём всё было видно. Паноптик, вот, такая не сильно крупненькая, но приятная. Особенно, когда не клюёт. В чём самый интересный момент вот этой рыбалки? Сегодня 19 ноября. Вот только сегодня температуру ночью опустилась до минус 10. Мы утром выходили, было минус 10. Днём было минус 3. То есть надо понимать, что в этом году зима сильно-сильно задержалась, и поведение рыбы абсолютно, с одной стороны, для осени нестандартно, с другой стороны, наверное, оно и нестандартно для начала зимы, когда встаёт только лёд. Вот, поэтому приходится импровизировать. Было крайне интересно, но, честно говоря, для меня лично, я скажу так, это одна из самых запоминающихся историй по рыбалке в этом году. Почему? Я очень люблю твичинг. Я очень люблю работать воблером, при этом ловить нормальную, хорошую рыбу. И вот тут оно всё совпало. То есть совпало то, что пелагическая рыбалка, относительно некрупный размер, то есть у меня фаворит был СДД Скоррл-115, самых выдающих результатов за всю эту поездку мы достигли воблерами. И главное, почему мы это сделали? Потому что уровень воды на 2 метра меньше, чем обычно. Камень на 2 метра. Да, и соответственно, там, где щука обычно стоит на восьми. На с половиной даже три, я бы сказал сейчас. Ну, может быть, да. И там, где обычно щука стоит на восьми, на семи, она сейчас стоит на пяти, на шести. И это позволяет рыбачить воблерами. Я сам не брал в руки уже очень давно воблера. И то, глядя на Кирилла, мне захотелось это сделать, когда у него пошли нормальные результаты. Я взял, я взял в руки. Мне просто вспомнить захотел. Действительно, вот зачесалось старое. Вспоминая там наши былые подвиги на воблеры. О, есть. Давненько скучно не было. Ага, вон она вышла, блин, на глиссер. Маленькая. Наверное, там два с полтом есть. Алехандро поставил воблер. Кое-то веки. Кое-веки. Кое-веки, я бы сказал, Саша, клюет на воблер. Да нет, да, в полтом нет. Да. Около двушка. Двушка. Ну, поймал же. Поймал. Дип, твичинг рулит. Соскучился я маленько по твичингу. Решил вспомнить. Тем более, что у Кирилла хотя бы она как-то реагирует на воблеры. И как-то клюет. И как-то клюет. А на поролон силикон как-то она не особо хочет. Поэтому вот. Вспомним молодость. Давно я на твичинг. Как это? Давно не брал я в руки шашек, да? Второй день был самый... Самый провальный. Самый провальный. Несколько поклевок. Леща мы нашли в большом количестве. Под ним пытались найти судака. Какие-то поклевки у нас там были. Но результат никакого не был. Пока на третий день не ударил мороз. Поймали немало. Ну, тоже, наверное, хвостов 9. Но рыбу мы поймали. Опять, в основном это воблер. Сашка, по-моему, ударился уже на мелкий поролон. С максимальной переоблегченкой тоже поймает несколько хвостов. Причем самым большим у него как раз и был отрывок. И вроде так поинтереснее, чем. Берег, подсачк. Маленько поинтереснее. Прямо в глотку туда взяла. Попочка, да. Поп. В домике. Красавочки. Взял, нормально. Ударчик такой четкий, жесткий. Булк. Есть. Опробовал все свои крупные приманки, которые хорошего результата не дали. Стал использовать мелкие. И пошли какие-то результаты. На маленького стрима 8,5 см. И на червяка 14 см. Поклевок стало значительно больше. Мелкий поролон работает почти всегда. Большая его беда в том, что он собирает всю мелочь, которая рядом есть, хоть как-то активная. Хороший. Сошла. Блин, сошла. Сошла, сошла, сошла. Хороший был. Сегодня ночью дарил мороз. Последний день мы приходим, а щуки-то в количестве и нет. то есть если до этого мы проходили видели стоящую поднятую щуку не поднятую щуку но в основном это были очень небольшие размеры сегодня туда зашла более приличная мамка ну то что поймано это в районе семерки логар не хочет лишь брал он не хочет есть смотри как вас по этому машину это просто андрей да за счет 6 от так что пожалуйста воблер не хочет поролон не хочет вот не захотела воблер на мне где-то 7 по снастям а потому что вопрос вы постоянно знали чем вы ловите значит у меня было три удилища как всегда это скальта 752 h это под этим по twitching deep twitch это канда x 792 h с тестом до 70 грамм шанс 70 и это бикбейтный диктатор до 180 ну вот в 90 процентов случаях я ловил на скальт и ловил я супер дэдэск вырл 115 заглублением формальным до 4 метров в реальности в зависимости от течения давности заброса глубина и варьируется от 3 с половиной до 5 метров за ними я брал с собой два спиннинга один experience 1245 с твин пауэром 21 года и второй experience до 80 грамм с твин пауэром тоже пеже 15 года и упирался конечно я в поролон левша нм и в крупный мелкий что могу сказать про себя ребят я оторвался вот такого такого кайфа от воблер на рыбалке я не получал давно джи бикбейт все хорошо красиво я тоже все это люблю но вот именно ловля воблером когда ты никогда не знаешь что у тебя сядет вот это может быть килошка а может быть 6 7 а вот больше вот в этот раз не села а вот и вот эта проводка выверенная это выверенная сила удара это учет направление ветра чтобы сделать правильную проводку если ветер боковой в общем это сложно но это крайне интересно соблазнить рыбу именно на пластиковую против мне интересно было сравнить работу поролона и воблера в одинаковых абсолютно условиях в одинаковых направлениях можно прям вообще рядом работали да и ну вот такой интересный результат не системный то есть то воблер прям вот лучше сильно работает чем поролон то поролон выиграет перед воблером ну вот на поролон правда в целом рыба помельче была чем на воблер тут я надеюсь вам понравилось и надеюсь вы чего-то для себя нового узнали них восстание чешуи натянутых лесок положительных эмоций и неважно какого размера рыба вашему эмоции были положительные ну и увидимся на воде это точно все пока всем пока